Добрый вечер. По четвергам программа «Экипаж» не только с Сергеем Асланяном, но и обязательно с чрезвычайно интересным гостем. Сегодня у меня в гостях Вячеслав Чулков, независимый эксперт по ОСАГО. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот вам аудитория, вот вам микрофон, а вот вам любимая ОСАГО. Ну, хорошо. Сегодня у нас есть великолепный повод вспомнить про ОСАГО, потому что совсем недавно исполнилось 10 лет с момента ввода этого закона, и, наверное, можно подводить некоторые итоги. Ну, я думаю, сейчас уже не все помнят, как этот закон вводился. Закон вводился бурно. Вводился он с демонстрациями, с выступлениями, были даже митинги протеста. Ну, почему так? Казалось бы, закон был направлен на защиту прав автомобилистов. И я даже более того скажу, хотя сегодня я буду говорить много критических слов в адрес действующего закона, я являюсь активным сторонником этого закона. Парадокс. Одно другому, кстати, не мешает. Да, потому что мы, вернее, я выступаю не за то, чтобы его не было, а за то, чтобы он был лучше и был направлен в интересах автолюбителей, а не узкого круга страховщиков, как, к сожалению, мы вынуждены признать, это сделано сейчас. Почему так бурно принимался закон? Мы все его ждали. Когда закон принимался, когда велась подготовка к его принятию, нам рассказывали, что сегодня страхование гражданской ответственности, это касается 2003 года, напоминаю, стоит порядка 100 долларов. После ввода всеобщего страхования за счет того, что это становится массовой услугой, что все оказываются охвачены страхованием, убытки страховщиков уменьшатся, и оно будет стоить порядка 20 долларов страховой полис. И, кстати, когда нас уговаривали тогда, много лет назад, то рефреном был разговор о том, что это способ государства предложить нам новый вид социальной защиты. Да, да, да. К сожалению, когда этот закон ввели, это был большой шок для автомобилистов. Это был, пожалуй, первый случай, когда государство просто отдало своих граждан на прокорм страховщикам. Сдало в аренду. Да, сдало в аренду. То есть своеобразная игра в вешки и корешки. Если мы посмотрим закон ОСАГО, то мы увидим, что государство определяет правила, принуждает нас всех силами всей государственной машины страховаться, платить деньги, а вот прибыли и льготы с этого закона получает узкий круг частных компаний. Странно. Почему? Потому что мы своими деньгами налоговой сути отдаем много рублей, которые уходят именно в частные руки и ни в коем случае не оборачиваются к нам никакой улыбкой государства. Ну, я предлагаю начать наше обсуждение с некоторых терминологических особенностей. Дело в том, что страховщики очень любят всякие уловки и жонглирование терминами, которые зачастую вводят нас в заблуждение. Поэтому начнем разговор о принудительном страховании с небольшого вопроса вам. Я бы хотел вас спросить, Сергей, если бы вы были бизнесменом и владели бы предприятием с 50% убыточностью, вы были бы довольны или нет? Наверное, я бы попытался застрелиться, если бы у меня была 50% убыточность. Вот сразу видно, что вы не страховщик. Это точно. Дело в том, что для нормальных людей убыточность – это превышение расходов над доходами. Но совсем по-другому для страхового сообщества. Во-первых, у страховщиков нет вообще понятия о прибыли. У них есть понятие «страховая премия». То есть все деньги, которые мы им отдали на страхование, для них это премия. Ну а как вы понимаете, берем деньги на время и чужие, отдавать надо на совсем и свои. Поэтому любая копейка, отданная из этих собранных денег, для них убыток. Поэтому отдав из каждых 100 собранных рублей 10 рублей вам в качестве компенсации ущерба, для страховщиков это убыточность 10%. Так что страховая убыточность в 50%, на самом деле для нормального предпринимателя это прибыль в 50%. То есть из каждых 100 собранных рублей отдано всего 50%. А все остальное положено к себе в карман? Да, в разных формах. При том, что по закону у них этот предел, насколько я помню, определен в 77%. Да, по закону страховщики имеют право взять на свои услуги 20% из этой суммы. 3% они обязаны отдать в фонд РСА в качестве страхового покрытия для выплат в случае банкротства компаний. Оставшиеся 77% они должны были отдавать на выплаты потерпевшим. Причем, тут, кстати, немаловажно напомнить, что РСА это тоже частная лавочка. РСА, которая прикидывается регулятором от имени государства, таковой не является. Она не является регулятором. Это сообщество страховщиков. Это профсоюз. Да, профсоюз страховщиков. Так вот, взамен ожидаемого нами всеми нормального закона мы получили страхового уродца. Это вот было шоком для всех нас. Это было причиной многочисленных выступлений. Но, к сожалению, за все эти годы я бы не сказал, что ситуация существенно изменилась. Вообще не изменилась. А страховое уродство, это вы имеете в виду симбиоз человека и автомобиля? Ну, одно из этих. Ну, давайте первое, с чего начнем. Социальная защита. Не случилось. Нет, не случилось. Был разговор, что с появлением ОСАГО основания для анекдотов про заборожность въехавшей Мерседес с продажей квартиры у нас исчезнут, так как все расходы возьмут на себя страховщики. Да, и почему-то куда-то делаются подставлялы. Да. Но, когда мы увидели страховое покрытие в 120 тысяч рублей. По закону. А по факту еще меньше. Да. То, извините, на эти деньги можно отремонтировать половину отечественного автомобиля тогда, а сегодня уже и этого не хватит. Ну, это одна фара какой-нибудь средненькой иномарки типа Соляриса. Да. То есть получается, что никакой защиты мы реально не получили. Второй момент. Это человекомобиль. Понятно, что для нормальной логики ответственность несет человек. Водитель, автомобиль и владелец. Ну, там есть некоторые нюансы терминологии, но смысл нормального человека понятен. Но почему-то страховался в свое время автомобиль. Начиналось. Лошадиные силы, это была мощность человека. Ну, примерно так. В нашем законе. Так что все грехи списывались с автомобилем. Но вместо того, чтобы исправить все-таки ситуацию, перевести страхование на человека, которым, собственно, вы будете подавать иск в суд, если что-то случится, с которого можно спрашивать, не на автомобиль, не безушно, без железки. Страховщики это частично исправили. Они привязали сегодня страховку в паре человек плюс автомобиль. То есть, таким образом, получился такой гибрид человека-мобиль, который никто не знает, как с ним поступать. Ну, то есть, кентавр, на самом деле, краш-то от этого не стал. Стал намного хуже. И при всем при том, насколько я понимаю, это наша особенность. То есть, мы здесь изобрели тот симбиоз, который в мире больше нигде не существует. Да, да, да. То есть, это вот к разговору о том, что, а давайте посмотрим, как за границей. Смотрите, как хорошо. За границей все застраховали свою гражданскую ответственность в пользу третьих листов и живут там припеваючи и не бьют друг другу морду. Мы сделали то же самое, но при этом почему-то взяли и породили урода, ко всему прочему, недееспособного. Абсолютно. Особенно с учетом покрытия, когда за границей идет речь о миллионах. И отсутствии пределов. В некоторых случаях отсутствия пределов. И во всех случаях это действительно защищало автомобилиста. У нас это не защищает ни от чего. И в том числе потому, что страховая компания у нас это частный бизнес, которому на мельницу воду льет государство, а у них страховая компания это регулятор экономического здравомыслия. Да, именно так. Вот передо мной лежит листочек с выплатами и сборами по ОСАГО. Вспомним про те 77%, которые обязаны были отдавать на выплаты страховщики. И раз мне отдали. Не за один из 10 лет эти пределы достигнуты не были. Причем все эти 10 лет от страховщиков мы слышим плач Ярославны, что вы не смотрите, что нам так хорошо. Сразу скажу, что по всем годам выплаты редко превышали 50%. Почему с начала разговора мы разговаривали о 50% убыточности? На самом деле это порядка 45-50% денег, собранных с нами, с нас уходили страховщикам в карманы. При этом государство, поставив границу 77%, не предусмотрело никаких средств, чтобы это поддерживать. То есть, например, что деньги, не выплаченные автомобилистам, могли бы уйти в бюджет. Меньше было бы сегодня вопросов с наполнением пенсионного фонда. Они оседают в карманах страховщиков. Но при всем при том, они, поскольку страховые компании не являются финансовым институтом, не являются банком, они не то чтобы напрямую там оседают, они инвестируются дальше с прибылью и доходом. И именно благодаря излишком награбленным из наших с вами карманов по одному виду страхования, а именно ОСАГО, деньги, полученные из нас, были направлены в строительный сектор. И именно поэтому, благодаря политике страховых компаний, в нашей стране невыносимая и недосягаемая стоимость одного метра жилья. Да, это одна из причин. Но вспомним еще. Нам каждый год страховщики говорят, что вы не смотрите, что у нас сегодня в этом году так хорошо, такие хорошие прибыли. Вы не учитывайте, что мы должны в этом году, собранные деньги, еще в будущем году мы должны будем из них выплачивать за убытки прошлых лет. Но они считают нас, наверное, за идиотов, потому что в текущем-то году они выплатили за убытки предыдущих лет. И статистика десятилетняя показывает, что уже все, процесс установился. И вот по последнему году, 12-му, который у нас закончился, я просто приведу простые цифры. Страховщики собрали по ОСАГО более 121 миллиарда рублей, из них выплатили порядка 62 миллиардов рублей. То есть вы видите такая статистика большая, это порядка 50%. И эти проценты это миллиарды? Это миллиарды, которые государство отдает частным компаниям. Из нашего кармана? Да, а потом пытается собрать с граждан, частных предпринимателей, деньги, которых не хватает в том же пенсионном фонде. Ну, при такой политике государства у нас бюджет почему-то всегда профицитный, но при этом дырявый. Да. Что еще можно сказать? За все эти годы были некоторые попытки. Ну, мы сейчас перейдем все на новости и потом уже перейдем более подробно к рассмотрению этого трагического вопроса. В гостях у меня Вячеслав Чулков, независимый эксперт по ОСАГО, удручающий итоги десятилетия против нас и мрачные перспективы по ОСАГО на ближайшие годы. Ну, я бы не хотел так... Есть надежда. Отлично. Да, я хотел бы еще несколько подвести итоги. За 10 лет все-таки были какие-то изменения в ОСАГО. Еще какие? С утра до ночи трясли и трясли. Да. Правда, к сожалению, в большинстве случаев это было отступление по всем фронтам. Я напомню некоторые факты. Кто помнит начало ОСАГО, у нас был льготный месяц, после года еще месяц дополнительный, в течение которого мы могли... Это благополучно отменили по просьбе страховщиков. И вообще в отношениях страховщиков и правительства наблюдается удивительный симбиоз, когда страховщики, как любимые дети, могут шалить и делать все, что хотят, и за это не отвечать. В то же время, как мы, граждане, по малейшему чиху, страховщиков тут же против нас принимались какие-то меры. Вот это отмена льготного месяца. Далее. Хотя страховщики сегодня плачут горькими слезами, что страховой тариф не менялся уже столько лет, но они забывают сказать, что в итоге стоимость полиса поднялась. Только она поднялась косвенным путем. За это время поднялись коэффициенты для молодых водителей, поднялись территориальные коэффициенты, которые вообще непонятно откуда появились в страховом тарифе. Если страхование ОСАГО действительно страхует от ответственности поведения водителей, то какое отношение к этому имеет мощность двигателя автомобиля? Впрочем, как и регион. Как и регион. То есть всем понятно, что это социальный момент. Это грабительский момент. Это не социальный. Потому что вот как раз географический коэффициент говорит о том, что нам плевать, какая у вас здесь аварийность. Нас совершенно не интересует истинное положение вещей. Нас интересует то, что мы не добрали с вас денег. Да. Потому что уже проводилось множество исследований, где было показано, что аварийность в процентах на тысячу автомобилей в Москве и в Петербурге ниже, чем на Дальнем Востоке. Ну, не секрет, что у нас зачастую в деревнях могут и под мухой сесть за руль, потому что нет подходящего контроля. То в Москве и Питере удельная аварийность ниже. Дисциплина выше. Да. Поэтому я и говорю, что это скорее вопрос социальной функции. Но почему социальные функции возлагаются на частные компании? Они ясно, что не будут этим заниматься. Мощность автомобиля. Опять это попытка ввести какой-то социальный момент. Богатый пусть платит больше, но это должно то государство. Это все признаки налога. Все признаки налогового платежа. Но почему-то тогда этим занимается не государство. Да. Тем более, что изначально, как только ОСАГО появилось на наши несчастные головы, сразу стала понятна его налоговая сущность. Он как раз... ОСАГО и относится к категории косвенных налогов. Да. С тех пор, собственно, из положительных для нас моментов, я бы назвал момент, который случился в прошлом году. Правда, это подарок не правительства. Это было постановление Пленного Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии с которым отношения по ОСАГО были отнесены... ...подведены под закон о защите прав потребителей. Ведь какая ситуация была до того момента? Страховая компания могла вам не доплатить, и вам говорили, идите в суд. Ну, раньше посылали на три других буквы, но страховые компании нашли, что суд, он ничем не хуже. На заборе тоже это слово иногда пишут. Да. В итоге вы шли в суд, полгода вы судились, в итоге получали свои деньги со страховой компанией. Не все, но какие-то. Да. Ну, то есть ситуация была примерно такая же, как вы поймали вора-карманника, с вашим кошельком притащили его в милицию, доказали, что кошелек вас, после чего вам кошелек отвернули, а вора отпустили без всяких. Соответственно, как вы понимаете, преступность не меняется. Абсолютно. Как только закон попал под действие, закон о защите прав потребителей, оказалось, ситуация резко изменилась. По закону о защите прав потребителей вы получали, кроме выплаты, той самой выплаты, которую компания вам не доплатила, плюс штраф в 50% от отсуженной суммы в вашу пользу. Плюс вы могли подавать иск, не платя пошлины, ведь до сих пор у вас был какой-то заградительный момент. То есть, если вы суетесь с компанией на 100 тысяч рублей, вы должны сначала заплатить в суд пошлину, и потом, если вы выиграете, вам эти деньги вернут. Но не у всех есть деньги, чтобы их как бы вложить в суд, которые полгода будут где-то висеть и более, чтобы потом их вернуть. Плюс по закону о защите прав потребителей вы получали право подавать в суд не по месту нахождения страховой компании, а по месту своего жительства. Ну и плюс там еще некоторые моменты, которые увеличивают ваши права. Но страховые компании возмутились по этому поводу. Да, потому что пошел вал выигрыша дел, и страховщикам пришлось платить, и не просто платить то, что было раньше. Не платили так, заплатили по суду, какая разница, скажут бабушке по рублю 100 рублей. Так вот, страховые компании возмутились, но вместо того, чтобы начать платить по-честному, то есть не давать повода для судебных издержек, они вышли в правительство с любящей их правительства с инициативой вывести закон ОСАГО из-под защиты прав потребителей. И правительство благополучно пока идет в этом направлении. Так что если в конце этого года свершится, и не дай бог этот закон выведут из-под защиты прав потребителей, мы окажемся снова у разбитого корыта. Но опять напоминаю, это было постановление Пленума Верховного Суда, не правительства. Поэтому я бы не сказал, что пока правительство стоит на стороне нас. И далее мы будем разговаривать о том, почему страховые компании сейчас вообще пошли в разнос. Один из моментов это то, что как только что-то случается нехорошее с обычным гражданином, когда какой-то обкурившийся мерзавец въезжает в остановку, убивает нескольких человек, вдруг принимается закон мгновенно, повышающий в десятки раз штрафы для всех людей, когда не подумав, что вводит нулевой промилле, в соответствии с которым можно подвести под статью любого практички человека при желании. Это делается разговерно. Когда у нас страховые компании массово нарушают законодательство, открыто, нагло, то ничего. Ну, в лучшем случае скажут, ай-яй-яй. Это является одной из причин той ситуации, которая у нас творится сейчас в ОСАГО. И, кстати, одно из последствий, это то, что по регионам у нас уже довольно много мест, где люди ездят на машинах без номеров, без ОСАГО, без техосмотра и вообще без прав, потому что уже достали. Да, потому что становится сложнее соблюдать закон, чем не соблюдать его. Проще не соблюдать. И когда у одного из таких людей я спросил, как же он будет поступать в случае, если к нему приедет ГАИ, он сказал, ну, тайга большая, его лет через пять только найдут. Это точно. К сожалению, но это может быть не совсем в тему нашей организации, у нас зачастую создаются ситуации, когда в более выигрышном положении оказывается человек, который действует не в обход закона, чем по прямую по закону. Да, это не касается ОСАГО, это касается мироустройства. Это много чего касается, в том числе и ОСАГО. Да, в том числе. Поэтому возвращаемся к тому же вопросу, что почему ОСАГО, который обеспечивает в течение 10 лет уже огромные прибыли страховщикам, ну, я могу просто подвести небольшие итоги с официального сайта РСА, что ОСАГО за прошедшие 10 лет собрало что-то порядка 800 миллиардов рублей в виде премий. Ну, это те деньги, которые нас собрали. То, что отобрали, да. А в сумме ОСАГО выплатили порядка 400 миллиардов рублей. Ну, это просто подтверждается та цифра, о которой мы говорили. Те самые 50 процентов. Да. И почему государство вот эти вот самые 400 миллиардов рублей оказались лишними? Почему оно их не взяло себе? Существует тезис, что государство неэффективный управленец. Заметно. Да. Но что такое эффективность на рынке страхования? Это больше взять, меньше отдать. То есть получить с вас деньги и меньше отдать. В этом страховые компании действительно намного более эффективны, чем государство. Государство в этом отношении менее заинтересовано, менее эффективно. Так вот, для меня, как для гражданина, такая неэффективность, она более предпочтительна. То есть, если государство примет общие правила и будет их выполнять само, оно свои структуры все-таки контролирует лучше, чем структуры РСА. А по структурам РСА имеется очень занимательный опыт. Например, когда мы упоминали про профсоюз страховщиков, вот передо мной лежит официальный ответ из Федеральной службы по финансовым рынкам, которая занимается как раз контролем над страховщиками, выясняется очень интересная ситуация. Этот запрос был направлен в комиссию с контроль по итогам одного из судебных дел, в результате которого выяснилось, что профсоюз РСА заплатил своему члену, незаконно перечислил сумму за ущерб, которого реально не было. В ходе судебного рассмотрения это выяснилось. И было направлено, как положено, письма в компанию, в РСА и в страхнадзор о том, что мы требуем вернуть 40 с лишним тысяч денег незаконно выплаченных в резервный фонд РСА, тот самый, который предназначен для выплат. Так вот, официальный ответ службы надзора, я прямо прочитаю, РСА не является субъектом страхового дела, в связи с чем не поднадзорен органом страхового надзора. Подпись ИО замруководителя М.А. Бекузаров. Это региональное отделение Федеральной службы финансового рынка в Центральном федеральном округе. То есть получается странная ситуация. Каждый страховщик поднадзорен, а их профсоюз нет. При этом их профсоюз может управлять деньгами, спокойно их раздавать своим членам, но при этом по официальной бумаге он не подконтролен правительством. Интересная ситуация. Хотел бы я находиться в такой ситуации. Тем более, что им эти 3% с 800 миллиардов накапали за 10 лет очень изрядно. Вот. Ну, 3% минимум. Да, да. Это те самые 3%. Даже более того, может быть, кто-то, кто за этим следит, помнит, что несколько лет назад в Госдуме была даже инициатива средства из вот этого резервного фонда забрать в госбюджет, потому что там накопилась действительно немеренная сумма. Ну, я думаю, к сегодняшнему дню эта уже проблема решилась благодаря тому, что РСА не контролируется государством и довольно быстро оно, я думаю, эту сумму... Да, скорее всего, эту головную боль уже как-то порешили. Да, уже порешили. Ну, и получается, что эта игра, во-первых, в одни ворота, во-вторых, деньги немалые, и, в-третьих, наши перспективы, они вот как начались с тарифа. Откуда был взят тариф? А тариф был просто назначен, ведь его же никто не вычислял. Чисто в виде с потолка взят. Да, именно что с потолка. Стои сказали, давайте мы сделаем вот столько. И сделали. И с тех пор мы видим только удорожание. Причем ведь удорожание с учетом инфляции. У нас машины подорожали, услуги подорожали, стоимость нормы час подорожал, а выплаты? А вот я вам приведу очень интересную статистику. Совсем недавно один из специализированных интернет-порталов о страховании, Иншурер, просчитал, что за все время действия ОСАГО сумма выплаты, оказывается, не увеличилась, а уменьшилась с 22,425 тысяч до 21 тысячи в 2012 году. То есть за все это время при официальной инфляции более 60% выплаты уменьшились. Ну, насчет официальной инфляции 60% наша страна делает вид, что она все-таки 6%, но мы как раз понимаем, что 60%. Нет, 60% это за 10 лет. С момента начала действия ОСАГО. То есть получается, что за эти 10 лет выплаты не возросли. При том, что нам страховщики постоянно твердят, что так как инфляция, то надо повышать тарифы, их не повышали, потому что... Потому что они должны как минимум опередить эту инфляцию, а инфляция, если мы посмотрим в официальный справочник, все-таки 6%. Только почему-то я от страховщиков ни разу не слышал, что они хотят выплату увеличить, индексировать по инфляции. Странно почему-то это. Да, я тоже об этом не слышал от них ни разу. Но вот эти самые 60% инфляции и 21 тысяча на возмещение... Среднее по одному страховому случаю. Да, именно что среднее. Что сейчас стоит у нас 21 тысячу? Ну, например, фара. Да, не более того. Раньше 21 тысячу стоить могло даже крыло на автомобиль. В те времена, когда машина целиком, машина класса D стоила 600 тысяч, а сейчас у нас Солярис стоит 600 тысяч. Хотя он на две ступеньки ниже, это класс B. Да, но вот, видимо, по одной из этих причин в начале года правительство все-таки отказалось повышать тарифы, которые просили страховщики повысить. Что, кстати, было удивительно. Об этом после новостей. Но после новостей мы поговорим, к чему это привело сегодня. Напоминаю, в гостях Вячеслав Чулков, независимый эксперт по ОСАГО. Здравствуйте. Ну, вот перед уходом на рекламу я упомянул о том, что правительство отказалось повышать тарифы. Казалось бы, положительный очень для нас результат. И хотел сказать, к чему это привело. А привело это к довольно неожиданному результату. Результат заключается в том, что любимые дитя нашего правительства, страховые компании, вышли из-под контроля. Ну, давайте немножко поговорим конкретнее. Я сейчас буду говорить о компании Росгосстрах. Росгосужас. Да. Почему я говорю про эту компанию? Эта компания входит в десятку крупнейших компаний, которые занимаются ОСАГО. Даже более того, это первая компания по объемам. Я приведу цифры с официального сайта, что эта компания занимает примерно 32% рынка всего страхования. Практически монополист. Да, это она уже подпадает под действие ФАС, потому что она занимает доминирующее положение на рынке. Чем эта компания характерна? Первая характерна объемами, естественно, своими. Вторая, я смотрю на табличку, где приведены средние выплаты по страховому случаю. Так вот, как ни удивительно, то самая минимальная страховая выплата – это именно у этой компании. То есть десятка компаний состоит из Росгосстраха, Ингосстраха, РИСО, Гарантия, МСК, ВСК и так далее. Так вот, у Росгосстраха минимальные выплаты по страховому случаю. Пошли все нафиг называется. Ну, кстати, как это не смешно, иногда это бывает и хорошо. Потому что этой компанией вы можете набрать в интернете слово «Росгосстрах», только просьба детей не подпускать к компьютеру, потому что вы увидите очень много нецензурного по этому поводу. Но я встретил очень интересный топик, где человек пишет, что очень хорошо, что Росгосстрах выплачивает всего 25-30% от реального ущерба. Потому что с такими оценками можно смело идти в суд, и вы 100% выиграете. И была целая длинная инструкция, очень толковая, разумная. То есть вы, получив у Росгосстрахе выплаты 25-30%, смело идете в суд, делаете калькуляцию независимого оценщика. Суды уже знают, что Росгосстрах недоплачивает просто немерено. В итоге, с учетом закона о защите прав потребителя, вы выигрываете дело, получаете недоплаченную сумму. Потому что если вам недоплатили 10-20%, ну, тут можно натянуть при расчете, калькуляции, где-то 50-50, выиграете вы или нет. Когда вам недоплатили 3,25%, вы 100% выигрываете, плюс получаете 50% компенсации по закону о защите прав потребителя, из-под которого страховщики сейчас очень хотят уйти. И в итоге вы получаете нормальную выплату. При этом я еще добавлю еще одну вкусность, уже приходилось встречаться. Когда вам выплачивается страховая компания, даже если она вам насчитала деньги, она может тянуть этот процесс месяц, два, три, без объяснения, и вы будете бегать, как бедный родственник, уговаривать отдайте деньги. А вот если вам выписали исполнительный лист, это делается через голову страховой компании. Вы с исполнительным листом идете в банк, в котором находится счет страховой компании, и подаете в банк заявление, прошу в соответствии со страховым листом перечислить деньги на счет такой-то, такой-то. В течение трех банковских дней банк делает это через голову страховой компании и делает это четко, как часы. Поэтому, как ни смешно, но эта хроническая недоплата иногда имеет свои плюсы. Это разговор о том, что не надо бояться ходить в суды. Да, это достаточно длинный процесс, но он, в общем-то, эффективный. И даже более того, сейчас с появлением, ну даже не с появлением, а когда ввели закон о защите прав потребителей, стали применять в ОСАГО, появился даже целый класс юристов, которые у вас выкупают долги. То есть, если вы встречаетесь с недоплатой, вам юрист в первую очередь предложит, давайте вам купим за три четверти ваш иск, вам платят немедленно деньги, потом юрист получает от вас доверенность, доводит суд до конца и получает со страховой компании все деньги, плюс за свои услуги, плюс за все-все-все дополнительные расходы. И он в прибыли, и вы не занимаетесь полгода этими делами. Так что есть и такие пути. Так вот, что мы скажем о Росгосстрахе? Так как государство отказалось повышать тарифы, то крупнейший страховщик ОСАГО решил, что мы не будем ждать милости от правительства. Из кошельков наших клиентов заберем все сами. Да, возьмем мы их сами. И вообще, зачем нам государство, государство это мы. И сегодня Росгосстрах в массовом порядке по всей стране начал нарушать закон ОСАГО. Причем так, в нагло, беспредельно, совершенно не стесняясь. Я могу посоветовать вам, наберите в Ютубе Росгосстрах, поисковикам услужливый подставит продолжение и прочитайте. Росгосстрах нарушает закон, Росгосстрах беспредельничает. Запускаете, и вы видите ролик, где под видеокамеру, под запись, клиент говорит, вы нарушаете законодательство. Я прошу вписать в полис дополнительного клиента. Это должны сделать обязаны. А вам клерк отвечает, нет, пока вы не заплатите дополнительные 2000 рублей за страхование жизни, я этого не сделаю. И он не боится ничего, он не боится делать под камеру, он не боится, что вы говорите, что вы напишите иск, не иск, а жалобу в РСА и в прокуратуру, и куда угодно. Им это уже не важно. Они уже на государство, ну, скажем так, плевали. Почему? Вспомним пословицу. Если вы должны банку 100 долларов, это ваша проблема. Если вы должны банку 100 миллионов, это проблема банка. То есть Росгосстрах оказался в том самом положении, когда он должен государству 100 миллионов. Какие санкции компания может получить за нарушение? Ну, первая санкция, которая, это до 500 тысяч рублей штрафа на организацию, до 15 тысяч на юридическое лицо. Смотрим на слону. Да, смотрим на объемы доходов. Доходы за 12-й год Росгосстраха, сборы по ОСАГО 39 миллиардов, выплаты 18. То есть при доходах 20 миллиардов, вот эти вот 500 тысяч, это менее чем слону дробина. Тем более, когда мы смотрим условия, на которых эти штрафы накладываются, ну, вот Рэб берет. Представьте себе, вас остановили за превышение скорости, инспектор говорит, вот вам штраф, там, с лишением прав. Но если вы пообещаете, что вы не будете нарушать, то вы можете ехать спокойно. Вот такая же примерно ситуация у нас сегодня в страховых компаниях. То есть сегодня написали мы письмо по нарушению страховой компании прав граждан, нарушение законодательства, и выписывается предписание на устранение нарушения. После чего завтра тот клиент, которому отказались вписать по закону нового пользователя в полис, приходит, ему вписывают в полис, все, к страховой компании претензий нет. Ведь не каждый же пойдет писать заявление, и получается, что компания безнаказана. Хотя в этом отказе на самом деле уже есть уголовщина, это статья 330 УК РФ, самоуправство. Когда вас обязывают сделать то, чего вы не должны. Да. Ну, далее компания продолжила творческий поиск. По закону об ОСАГО, компания должна иметь филиалы во всех субъектах федерации, чтобы действовать в ОСАГО. Но это, понятно, невыгодно. Это Москва, Питер, это выгодно, а дальние восточные регионы, это невыгодно. Как это решается? А решается это очень изящным образом. В дальневосточных округах компания Росгострах перевела Центр урегулирования для неугодных клиентов, ну, за 150-300 километров от городов. Мы приходим, мы говорим, да, можем урегулировать, только езжайте в поселок, который там за 250 километров урегулирует. По зимнику. Да, по зимнику, разиков несколько съездить, отдать, принять. Народ возмутился, но старковщик говорит, а мы не нарушаем закон. Мы обязаны иметь Центр, мы имеем. Это получается, как в свое время, в 1921 году, если мне память не изменяет, вошь пролетариата говорил, что формально все правильно, но по сути издевательства. Так что мы получили именно такую ситуацию. То есть формально все правильно, по сути издевательства над нами, над всеми. И опять-таки оно бесконтрольное. Да, государство на это никак не реагирует. Дальше доходит до курьезов. Сегодня эта компания отказывается заключать договор ОСАГО. Это вы можете в интернете прочитать из массового порядка, во всех регионах, по всей стране. Договор ОСАГО без обязательного страхования жизни. То самое, которое не является обязательным, на самом деле, это принуждение к заключению невыгодного договора вам. Ну, это опять-таки 330-е самоуправство. Да. Ну, и здесь тоже доходит до курьезов, когда читаем в форуме. Человек пишет, мне 77 лет, я пришел страховаться в компанию Росгострах. Мне отказались выписать ОСАГО без страхования жизни. Ну, я согласился. Но при этом, когда начали оформлять страхование жизни, мне сказали, а мы в этом возрасте не оформляем страхование жизни. И что мне делать? Мне сказали, а вы застрахуйте сына, брата, свата. Вы нам обязаны дать деньги, а без этого мы вам не оформим договор. То есть приведите кого-нибудь. Да, приведите кого-нибудь за вас. Дальше что? Страховая компания ведь платит за нас только в случае, если мы по нашей вине совершили какую-то аварию, только в этом случае она за нас что-то платит. Если вы годами платите страховой компании, но при этом не доставляете ей никаких финансовых неудобств, вы получаете право в год на 5-процентную скидку. За прошедшие 10 лет самые аккуратные из нас могли накопить до 50% скидки. Но вы приходите в Росгострах и вдруг узнаете, что сегодня по закону, нет такого закона на самом деле, вам будут страховать с коэффициентом единичка, что эти коэффициенты приниматься в расчет не будут. Ну, часть народа, конечно, уходит, а часть страхуется. Опять же, читаете интернет, вы в массовом порядке увидите эти сообщения. Иногда менеджер просто заявляет, что мы вместо 50 дадим 15. Все. То есть идет торговля. Какая торговля, если это закон? Закон должен либо соблюдаться, либо он не соблюдается. А вот в том случае, если человек переходил из одной страховой в другую страховую, и в течение 10 лет, тем не менее, ни одного ДТП у него не было при его вине, можешь претендовать на эти проценты? Да, конечно. Потому что при переходе из страховой в страховую, раньше страховщики, ну, вернее так, страховщики должны быть с самого начала действия закона, создать общую базу, куда должны были заносить эти коэффициенты. Но так как страховщики, как пауки в банке, не любят друг друга, они боялись, что из этой страховой базы они узнают клиентуру друг друга и начнут перетаскивать, что, собственно говоря, и происходит, то база долго не создавалась. Наконец-то в этом году она была создана, начала работать. А до сих пор вам достаточно было из страховой компании, из которой вы уходите, получить справку о том, с каким коэффициентом вы страховались до этого и были ли страховые случаи. С этой бумагой вышли в новую компанию, и вам должны были с учетом этой бумаги перестраховывать с учетом вашего коэффициента. В принципе, может быть и другой вариант. Вы приносите справку из ГАИ, что у вас за 10 лет не было ни одного ДТП. Нет, нет, ГАИ этим не занимается. Этим занимаются страховщики. Но, собственно, кстати, сегодня никто так и не отменил. Это просто очередной трюк страховщиков, чтобы с вас получить больше денег. На самом деле, сегодня никто не отменил право первое. Это в той же самой страховой компании страхуйтесь по их данным, без всякой централизованной базы узнать свою страховую историю. Второе, получить бумажный документ, перейти с ним в другую страховую компанию. И третье, это вновь введенная сейчас база, наконец-то, вот этих страховых коэффициентов. Но при этом страховые коэффициенты могут видеть только сами страховщики. Вы не можете проверить свой страховой коэффициент. Так что, когда вам говорят, что по вам нет никаких льгот, вы проверить это даже не можете. А какая заинтересованность у страховщиков, вы сами понимаете. У них заинтересованность с вас деньги взять, а не... Это же эффективный управленец. А эффективность заключается в том, что больше с вас взять, меньше заплатить. Это точно. Причем это продолжается и будет продолжаться. Так вот, когда мы возвращаемся к Росгостраху, то сегодня его поведение действительно является беспредельным. То есть нарушения есть. Причем нарушения совершенно бесцеремонные, беспрецедентные. Но посланы жалобы, опять же, в массовом порядке и в РСА, и в страховой надзор, и в антимонопольный комитет, потому что компания занимает доминирующее положение. Есть уже неоднократные предписания по разным регионам об устранении нарушений. Только результатов нет. И не будет, потому что никто не должен нам отвечать. Отписка будет, результата нет. А это любимое дитё правительства, которому можно всё. Это же не гражданин. Если вы нарушите закон по страхованию, я думаю, тут вы схлопочете по полной. И штраф в стоянку, и штраф. Да, и штраф в стоянку, и штраф, и много других радостей. А страховые компании как-то умудряются это обходить. Тут у нас интересная инициатива проявилась в последние буквально дни. Это Минфин выдвинул инициативу об отмене обязательных видов страхования. Неожиданный ход. Все, я думаю, и автомобилисты, и журналисты... Вздрогнули. Вздрогнули, были в шоке. Вы можете увидеть во многих изданиях и печатных электронных заголовки типа «Осага отменяется». Мы без «Осага». Что будет без «Осага» и что будет дальше? Вот жизнь-то начнется, наконец, думают многие. Вот интересный момент. И это, наверное, будет темой нашей четвертой части разговора. Что же скроется за этой инициативой неожиданной? Перерыв на новости. Да. Кроме Сергея Асланяна, Вячеслав Чулков, независимый эксперт по «Осага». Вы уже услышали, насколько блистателен и компетентен мой сегодняшний собеседник. До нас дозвонился Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы ждали-ждали. И вот... И вот я дождался. Да, говорите. Спасибо вам огромное за эту тему. Я бы попросил вас, если можно, вывести в несколько передач, наверное. Тема, на самом деле, очень серьезная. Мы так и сделаем, конечно. Я бы хотел привести пример, если можно, что произошло лично у нас в семье. У нас в семье два «Мерседеса», значит, 211-й, 210-й, Е320, платим налогов, мы около 11 тысяч. Вот. Давячи, значит, на Новый год в жену въехал в «Форд Фокус» задним ходом в переднее левое колесо. Ух ты. Погнул крыло, и страховая компания «Гута» выплатила нам, значит, страховую премию в размере двух с половиной тысяч. Ну, с вами владельцами «Мерседесов» иначе нельзя, а то же вы еще на дубленку себе оставите. Да. Вот. После чего я вызвал независимого эксперта с «Гуты», соответственно. Они мне добавили еще шесть тысяч. На Новый год. Шедерый подарок, да. Это было уже через три месяца. Вот. Потому что на осмотр машину показать в «Гуте» нужно было ждать месяц. У них там очередь. Ну, замечательно. После чего, значит, вот несколько недель назад я вызвал стороннюю компанию, которая занимается, соответственно, выколачиванием выплат со страховых компаний. Они мне насчитали 170 тысяч. На сегодняшний момент готовятся документы в суд. Ну, и вот ждать, на самом деле, полгода. А результат какой? Это те самые юристы, которые выкупают долг, или это люди, которые поспособствуют вашей победе на страховой компании? Они долг не выкупают. У них страховая премия 30%, соответственно, с общей выплатой я по договору им должен 30%. Ну, это на самом деле интереснее, чем просто обратиться в страховую компанию. Потому что выплата за ущерб до 8,5 и 170 тысяч достаточно большая разница. Но получается, Сергей, что пока вы еще не пришли никакому результату, но есть надежда, что через некоторое время мы еще раз вернемся к теме ОСАГО. И к тому моменту у вас уже будет какой-то итог, который вы тоже нам в эфире предъявите. На это можно надеяться. Обязательно. Сергей, спасибо вам. Мы будем ждать. Вячеслав Чулков, продолжаем. Продолжим наши разговоры по новым инициативам Минфина. Хотелось бы их тоже обсудить. Инициатива очень неожиданная, когда речь идет о принудительном страховании. Я не оговорился о принудительном. Вы понимаете, что это синоним. Обязательно принудительный. Смысл один и тот же. И мы читаем. Сначала все были шокированы. Потом мы начинаем читать чуть-чуть поподробнее. Что же предлагает нам Минфин? Он предлагает не отменить, а заменить все виды обязательного страхования на вмененное. Ну, что такое вмененное, я не очень хорошо знаю. Берем толковый словарь Ушакова и читаем. Вменить. Вменить в обязанность. Обязать что-либо сделать. Я чешу себя в репу и думаю, а извините, ребята, а в лоб что по лбу? В чем разница? В том только что Минфин молодец. Смотрите, какой хороший. Да нет. Дальше мы смотрим повнимательнее. Что же там написано дальше? Написано. Первым шагом Минфина в отказе от обязательного страхования станет либерализация тарифа ОСАГО. Опаньки. А либерализация это удорожание. Чтобы отменить обязательное страхование, надо пустить козла в огород. То есть отпустить им тарифы. Ну, не получилось сейчас у страховщиков цены поднять законодательно. Так они теперь хотят получить свободно, право свободно формировать эту цену. И читаем дальше. Поправки, дающие страховщикам право менять тариф ОСАГО в установленном правительственном коридоре, уже прошли первое чтение. Второе рассчитывает Минфин будет осень. Вот тут-то вам, бабушка Юрия, в день. Вот весь смысл этой инициативы. Причем Минфин у нас почему-то под Новый год выступил тем самым защитником наших интересов вроде бы, который сказал, что нету оснований у страховых компаний для повышения тарифов. И именно Минфин теперь решил, что либерализация тарифов должна произойти. Да, пустить козла в огород. У меня вопрос обывателя. В этом случайно не прослеживается подлость? Да. Похоже. Наверное, да. Очень даже похоже. Вот. Ну, я смотрю, у нас время передачи приближается к концу. Не хотелось бы заканчивать. Ну, к счастью, пока нет. У нас еще пять минут. Ну, пять минут. Это время пролетает очень быстро. Да. Хотелось бы все-таки закончить на более оптимистичной ноте. Несмотря на разговор об отмене Минфина, как я помните, в начале разговора сказал, что я сторонник ОСАГО, потому что я считаю, что все-таки есть один положительный момент, что оно берет на себя вопросы разборок. Все-таки уменьшилось количество разборок на дорогах с мордобоем и с прочим. И, в общем-то, страхование ОСАГО нам нужно. Только нужно нас человеческим лицом, а не то, что нам сейчас дали, чем мы 10 лет пользуемся. Ну, хотелось бы, что хотелось бы изменить в этом законе? Описание человеческого лица от Вячеслава Чулкова. Да. Ну, не так много надо. Ну, первое то, что мы с вами обсуждали, почему бы не сделать это государственной услугой? Во-первых, это удешевит ее, потому что, когда на рынке сегодня действует порядка ста строковщиков ОСАГО, каждый из них должен иметь филиалы во всех регионах России. То есть получается огромное количество параллельных организаций и огромные деньги на их содержание. Зачем? Ну, не получится удешевление на примере Сбербанка. У нас Сбербанк, в общем, не является государственным, и тем не менее он государственный. Филиалы у него везде, а политика у него еще менее человечная, чем у страховых компаний. Ну, все-таки, я думаю, такая компания была бы более управляемой и... Управляемой, но не всегда в нашу пользу. Ну, то, что мы сейчас имеем, я думаю, еще менее управляемое. Да, потому что... По тому же Росгосстраху, он даже государством, по-моему, не управляется никаким образом сегодня. Возможно, что кто-то и будет управляемым государством, но верится, опять-таки, с трудом, хотя ваш оптимизм радует. Ну, надо быть оптимистом. Да. Жизнь хороша, несмотря ни на что и вопреки всему. Так вот, еще один момент, который мы получили с обвода МОСАГО, далеко не положительный. Что сегодня, автолюбитель, заплатив деньги за страховку, получив малейшую царапину, он будет стоять и упорно ждать гаишника. Безо всякого европротокола. Да, ну, европротокол, я специалист в этом деле, я категорически не рекомендую кому-либо пользоваться европротоколом, потому что даже будучи специалистом, вы вряд ли так вот в шоковом состоянии после аварии сумеете оценить стоимость восстановительного ремонта. А ведь у вас европротокол действует только до определенной суммы. 25 тысяч, все. Ну, сейчас, по-моему, разговор идет о 50, но все равно. Разговор. Да, это разговор. Вы не сможете это оценить. Вы не сможете правильно описать обстоятельства аварии. Вы не сможете все это... Малейшая запятая, малейшая ошибка ваша, и в итоге выяснится, что вас не примут. Я думаю, что 99,9% вас не примут к оплате ваш протокол. И это все понимают. И в итоге все предпочитают дожидаться ГАИ. И правильно, в общем-то, делают. И в итоге из-за пустяковых, в общем-то, аварий создается огромные пробки. Раз. А второе, опять учет этих коэффициентов, повышающих, понижающих, из-за пустяков. За границей это давно уже отработано. Там введена франшиза. То есть для аварий суммой, например, меньше 300 долларов, автомобилисты платят сами. То есть попали в аварию мелкую, поцарапали крыл до 300 долларов, то весь ущерб до 300 вы оплачиваете сами. Вот вам и франшиза. Попали в свою аварию, вы заплатите 300. Но если уже станет вопрос о сумме сотни тысяч, когда это действительно встает вопрос о выживании, о квартире, о чем-то еще, то все, что свыше ваших возможностей, там тех же 300 долларов, дальше доплачивает страховая компания. И не доплачивает, как это у нас в стране принято. Потому что есть верхний предел. Но мы же говорим про то, как мы хотели бы видеть ОСАГО, как в нормальных странах европейских. Франшиза, она, в общем-то, хороший метод, который, с одной стороны, дисциплинирует водителя, потому что ОСАГО, она парадоксальная, она лишает ответственности водителя. То есть какой-либо шахид такси, старенький жигуленок, с которого платят он 3 копейки, он, в общем-то, не боится влететь в аварию. Ну, влетел он в аварию. Но у него нет страховки. Ну, если она у него есть. Предположим. Очень странный шахид такси. Да нет, ну, в такой ситуации водитель просто спокойно ни за что не отвечает. Его забота только расписаться в протоколе, дальше все остальное бегает потерпевший. У нас, к сожалению, устроено страхование таким образом, что... Это да. Все ложится на потерпевшего. И еще один момент по здоровью. Я напоминаю, что опять игра терминами. Когда страховщики говорят, что выплаты по железу 400 тысяч, выплаты по здоровью 500 тысяч. На самом деле, не выплаты. Это лимиты выплат. Если по железу еще хоть какие-то там цифры 20 тысяч, то по здоровью оказывается, у нас действует обязательное медицинское страхование. В итоге, если посмотреть процентный выплат по здоровью, балансе страховщиков, они вообще не показывают, потому что настолько они ничтожны. Это единица процента. Потому что вам тут же объясняют, что вас лечить должны по ОМС, обязательному медицинскому страхованию, а страховщики никому ничего не должны. И было предложение, которое, кстати, крутится в правительстве, о том, что выплачивать вам не по фактическим затратам, то есть когда вы лечитесь, вы должны собирать справку по каждой платной услуге, понятно, что в большинстве случаев вы этого не сможете сделать, а именно по величине повреждений. То есть попали в аварию, ну как вас с автомобилем описывают. По тарифной сетке. Рука строка, много столько. Немножко цинично звучит, но более практично. То есть сломанная рука, там шишка на голове, то шишка на голове стоит там 5 тысяч, сломанная рука там 10 тысяч. Это было бы разумно. То есть по вашим повреждениям вам оплачивают сумму, а дальше вы уж как хотите. Хотите дома лечитесь, хотите доплачивать в элитной клинике, хотите государственной пользуйтесь. Это было бы, наверное, и справедливо, и правильно. Это опять-таки, поскольку обрекая страховщика на серьезные выплаты, то у нас нет шансов, что в правительстве эта идея докрутится до какого-нибудь логического конца. Ну, к сожалению, пока правительство работает на страховщиков, а не на своих граждан, ну, мы вынуждены мириться с такой ситуацией. Ну, помечтать-то мы можем. Да, то, что правительство начнет работать на нас и повернется к нам лицом, а не той частью тела, на которой она сидит и думает, мы об этом мечтаем. Регулярно на Новый год себе желаем нового, соответственно, Нового года с новым счастьем, имея в виду именно это. Не получается пока. Ну, будем бороться. Так же, как не получилось по сию пору развести этот симбиоз человека и автомобиля, хотя это самая очевидная неприятность просто на старте ОСАГО. Не должно быть человека машины. Человек отдельно, машина отдельно. И тем не менее, мы за 10 лет не преуспели в этом никак. Да, хотя из этого куча неприятных каких-то моментов появляется. Например, выпив в ресторане, вы не можете по закону вызвать водителя, как делалось на Западе, который приедет, сядет в вашу машину, отвезет вас домой, потому что он не вписан. Ну, либо если у вас расширенная страховка, когда не оговорено количество участников движения с рулем вашей машины, тогда да, но это делают далеко не многие. Но там цена, извините, почти в два раза выше. Вячеслав Чулков, независимый эксперт по ОСАГО. Спасибо. Всем слушателям спасибо. Хорошего дня. Спасибо.